видео журнал горячий мастер представляет план экономного поэтапного строительства вашего дома тема план экономного строительства это самый живой вопрос который задают люди всегда при встрече со мной и по телефону и по всякому люди говорят как же нам построить дом чтобы было все нам и недорого и в общем то удобно я говорю уважаемые пожалуйста планируйте заготовки материалов покупку материалов в складирование заранее когда у вас не тогда когда у вас есть деньги а когда вот то что вы хотите купить имеет хорошую выгодную для вас цену я всегда говорю покупайте с таким учетом чтобы возможно не начнете строить на следующее лето и чтобы эти материалы не потеряли свои качества вы же не можете знать что будет через зиму поэтому берите запас ну за полтора года ну а что же можно купить мне всегда говорят если цена хорошая цена хорошая бывает зимой можно покупать те материалы которые не требуют никаких особых условий хранения зимой которые могут храниться под открытым небом поэтому вы смело можете покупать те объемы которые вам нужны щебня гравия и сложить их где-то высыпать где-то в углу вашего участка но ни в коем случае не надо покупать песок даже если вы собрались строить на следующее лето этой осенью его покупать не надо потому что он может у вас весной куда-нибудь уплыть или пока вы начнете строить половина этого песка раздует песок надо привозить непосредственно перед началом работ поэтому на песке вы как раз ту разницу которую получите на зимнюю цену она вас потеряется во время как говорится естественные усушки и утруски но если вы купите в таких больших мешках песок то если вы в лето не начнете строить эти мешки растворятся на солнце и вас песок также будет пропадать смело можно складывать покупать любой железобетон зимой на него огромные скидки если вы будете покупать сразу весь объем вы можете получить такую цену просто которую вы не ожидаете любой железобетон можете складывать под открытым небом естественно вот у плит перекрытия есть особые правила хранения и складирования и так просто на землю их плюхнуть нельзя все плиты ваши пропадут поэтому даже кольца для ваших септиков шамбо вы можете покупать и положить там где вам это будет потом в итоге удобно и чтобы не надо было ничего потом перекладывать также кирпич я всегда привожу в пример свое строительство я привозил кирпич который привозили машинами и вываливали просто самосвалом и мы из них складывали большие штабели которые некоторые хранились более года можете купить также керамзитоблоки другие блоки с запасом я не предлагаю вам покупать и не рекомендую также зимой очень выгодно посещать пункты приема металлолома зимой вы можете выбрать там прекрасный материал и который вы сможете там же и выкупить по такой цене о которой вы даже никогда не мечтали прекрасный материал бывает в чермете зимой идите туда в декабре также вы можете купить зимой себе какой-нибудь гараж который будет вам складом на вашей стройке но ни в коем случае нельзя покупать перед началом зимы вот такие вот утеплители потому что зима началась утеплители теряют свою цену и вы можете думаете их купить себе для того чтобы сделать запас за зиму в этот утеплитель в эти штабели утеплители заселятся мыши и потом вы будете распаковывать эти пачки утеплителей и увидите что в некоторых слоях вот этих утеплителей просто целые мышиные городки поэтому утеплитель с запасом когда цена низкая зимой покупать не надо так же как и цемент цемент надо покупать непосредственно перед началом работ цемент теряет свои качества очень быстро неважно каких он мешках какой он тариум малый или большой цемент запасом покупать не надо то есть это как самый главный закон да вы вот уже видели что можно было купить гаражик металлический я говорю про тех кто строит и в общем-то живет рядом в этот гараж можно положить какой-то металлом который вы купили даже элементарные гвозди арматурные сетки даже весь комплект ваших канализационных труб которые у вас есть также можно покупать все все для электричества и в общем-то самая выгодная покупка это заказывать окна которые в декабре стоит фактически пол цены от того что они стоят в августе или в сентябре когда все уже тыкаются эти окна себе ставить и наиболее выгодное предложение на дерево естественно бывает когда уже пошел снег во первых и начинают пилить лес зимой хорошо и доски пилят и предложения много а покупателей совершенно нет и вы можете выбрать лучший материал себе и сложить его так сказать у себя но естественно не под открытым небом но на воздухе можете складывать но обязательно ваши штабели должны быть сверху элементарно укрыты чем-то чтобы действительно материал просыхал чтобы было все уложено на соответствующие прокладки есть инструкции свои в интернете много фокусников которые расскажут вам как взглядом высушить древесину до нужной кондиции поэтому вот заготовкой древесины зимой заниматься очень выгодно и абсолютно не важно красиво выглядит ваш штабель досок и правильно главная правильность складывания этих досок для сушки но не имеет смысл покупать зимой брус с запасом на следующее лето потому что брус подсыхая его не могут удержать никакие прокладки он идет винтом почти каждый третий брус и потом вы не будете знать куда его приспособить потому что это действительно очень сложный в сушке материал если что-то делать из бруса то лучше делать из сырого если вы сами будете из него что-то складывать и так сказать дом из бруса или баню нужно покупать именно сырой и из него делать он потом уже в срубе отстоится как прекрасный бой также если вы хотите купить дом на вывоз это тоже считается строительный материал готов старый сруб старый дом кто-то продает его можно купить но ни в коем случае он не может лежать у вас на усадьбе или на вашей территории ожидая следующего лета чтобы потом его начали собирать у этого сруба есть срок хранения две недели он может взять разобранный потом он теряет свою геометрию и в некоторых случаях даже если новый сруб бревна одно к другому уже по рядам могут не подходить их выкручивает и потом вы будете подгонять каждое подстругивая и подтачивая в итоге вы потеряете сруб сруб не может храниться в пачках пусть даже на каких-то там стяжках и все прочее сруб если привезли его сразу нужно сложить пускай на временном основании пускай на каких-то временных опорах но он должен храниться именно собранный по номерам как положено как вот вы его покупали в сборе еще раз напомню две недели он может максимум с учетом даже дороги находиться в разобранном состоянии ну да пусть вы сами практически ничего не умеете строить и вы скажете что вы слабак и дрыщ но все равно когда наступит сезон но если вы строите слабенький фундамент но его то вы выкопать сможете пригласите папу пригласите второго папу и пару дедушек и залейте сами какой-нибудь себе фундамент потому что если вы строите легкий дом то и фундамент нужен на него плевенький все это можно построить и вот на эти материалы и вот на эти виды работ можно практически ничего не тратить можно купить материалы со скидкой сезонный и в итоге вы получите ту цену которая вам нужна и когда мне люди говорят посмотрите какие цены посмотрите какие цены люди мне говорят под конец сезона или говорят мне в июле какие цены а вы видели какие цены были тем ноябрем да они будут точно такие же этим ноябрем и декабрем потому что в декабре никому это не надо но вы купите и построите свой прекрасный дом Слушайте совет умных людей. Подписывайтесь на наш видеожурнал «Горячий мастер». Расскажите о нас своим друзьям и знакомым. Продолжение следует...